Югра станет пилотной площадкой для федерального проекта Эпос Плюс. Накануне Наталья Комарова приняла участие в заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Проект Эпос Плюс направлен на популяризацию культурного наследия. Он будет отражать собирательный образ народов Севера. Реализация этого проекта позволит к 2030 году создать новый культурный бренд с экономическим потенциалом, а также увеличить туристический поток и сформировать локальные бренды. Наталья Комарова предложила включить экспертов от нашего округа в рабочую группу. Глава региона отметила, что в Югре представители коренных народов, которые проживают на стойбищах и занимаются ремеслами и этнотуризмом, получают грантовую поддержку. В настоящее время мы работаем над созданием международного центра финно-угорских народов, наполняем его школой мастеров, сохранение языков, волонтерство, этнотуризм, этнокультурный банк, литературный, фольклорный, продюсерский центр. Кроме того, Наталья Комарова отметила, что в Югре созданы площадки для проведения съемок кино и телевизионных фестивалей с этнономинациями. Так в округе несколько десятилетий проводится международный экофестиваль «Спасти и сохранить» и фестиваль дебютов «Дух огня». Глава региона предложила включить в программу этих мероприятий конкурсы по этнономинациям, связанным с коренными народами Севера и Арктики. К слову, в этом году на «Духе огня» появилась новая номинация для авторов и сценаристов из стран арктического региона. Уже он прошел, победители определены, и он получил колоссальную поддержку и интерес. Десятки работ были представлены на этот конкурс, и авторы подчеркивали именно культурную, самобытную ценность этих народов, и на этом материале создавали свои сценарные предложения. В Югре, пребывающем из командировок и отпусков, больше не нужно сдавать ПЦР-тест. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Снятие ограничений согласовано с Роспотребнадзором. Кроме того, отменен запрет на проведение строительных работ, которые нарушают тишину с 19.00 до 15.00 следующего дня. Отмечу, что по-прежнему остаются закрытыми детские игровые комнаты и кальянные. Пока до 31 марта. Также защитный протокол продолжает действовать в ЗАГСах и торговых центрах. Собственники ТРЦ обязаны следить за тем, чтобы дети до 14 лет не находились там без сопровождения родителей. В Сургуте подписали концессионное соглашение на строительство школы, рассчитанное на полторы тысячи учащихся. Речь об объекте в 38-м микрорайоне города. Это второе концессионное соглашение. Напомню, осенью прежний инвестор отказался от ее строительства, сославшись на подорожание стройматериалов. Уже тогда глава города сообщила, что администрация будет искать другого концессионера. Накануне удалось договориться с новой компанией. Правда, пришлось пересмотреть стоимость объекта. Она увеличилась на 200 миллионов. Окончательная сумма составила почти 2 миллиарда рублей. В планах муниципалитета возвести еще несколько учебных заведений. У нас поданы заявки на федеральное финансирование на строительство школы в 20А микрорайоне, в 24 микрорайоне, в 16А микрорайоне. Стоит острый вопрос о том, чтобы найти финансирование на строительство школы в пойме 5 и в 35А микрорайоне. Там уже построены, точнее, земельные участки под жилищное строительство, они разыграны на аукционе по стандартной процедуре. Поэтому полноценно через механизм КРТ там не пойдет речь. Там скорее пойдет речь либо о 44-м, либо о концессии. Мы хотим делать индивидуальные такие классные школы. То есть задача не поставить какую-то коробку и туда, извините меня, детей посадить. Задача создать пространство, которое детям, родителям, преподавателям будет приятно, будет функционально и будет эффективно направлено на их образование, чтобы детям хотелось приходить в эту школу.